Если жизнь после Нового года, у ёлок есть уверены специалисты. Хвойному дереву с его многочисленными достоинствами и полезными свойствами отнюдь не место в мусорном контейнере. Что делать с зелёными красавицами после праздников и где их готовы принять, знает Зелия Гарипова. У дома номер 7 по улице Шамиля Усманова куча ёлок у мусорных баков появилась ещё в декабре и всего за один день. Так от нереализованной продукции избавляются продавцы новогоднего дерева, но их не упрекнёшь. Специального закона, который регулировал бы эту деятельность, нет, сказали нам в Министерстве лесного хозяйства республики. С каждым днём деревьев здесь становится только больше. Горожане уже начали избавляться от новогодних атрибутов. Некоторые вовсе ёлки до мусорного бака не доносят, оставляют их прямо здесь, у подъезда. Издалека и незаметно, что эта ёлка не растёт вовсе, а уже умирает. Но ёлки можно и не выбрасывать. Пользу от них точно извлекут дачники. Из хвойного дерева можно получить натуральные удобрения. Применение найдут и любители бани. Из веток ели можно сделать и банны, и веники, и дрова. А вот народные свидетели советуют новогоднюю красавицу пожертвовать на пользу здоровья. Матрас, набитый еловыми иголками, помогает от боли в суставах. Раньше ёлок ждали обитателей казанского зоопарка, но в этом году хвойное деревье зообоцад не принимает, сообщили нам в пресс-службе. В европейских странах утилизация новогодних деревьев давно поставлена на поток. Там ёлки перерабатывают, но до этого успевают и повеселиться. Например, в Германии уже много лет проводят соревнования по метанию рождественских ёлок. Правила простые. Ель должна быть высотой не более полутора метров. Её предварительно нужно почистить от мишуры и игрушек. Метать можно любым способом. Главное, дальше и выше всех остальных. Впрочем, массовое появление ставших ненужными ёлок на мусорных свалках ожидается после 14 января, когда россияне отметят встречу Нового года по старому стилю.